Всем привет, на связи вновь добрый доктор, и недавно мне подогнали ключ в довольно любопытной игре от отечественного инди-разработчика Project The Game. Ну как недавно, где-то месяц назад, но уроки у меня дошли только сейчас. Как, что и почему, во всем по порядку. Игра под названием The Far Frontier. С первого взгляда очевидно, что игра больше подошла бы под планшет на андроиде, но в данный момент существует только версия на ПК. Там же игры подобного жанра в принципе имеют право на существование, как офисное времяубивалки. Пытался я приспособить её под планшет под виндой, но, увы, игра для 32-разрядной версии Windows не предназначена. Ладно, не будем о грустном, пройдёмся по геймплею. Игра представляет собой нечто смеси реалтайма и стратегии с непрямым управлением и пазла. Вверху экрана мы видим свои войска и войска противника, которые набегают друг на друга, а внизу пояс элементами пазла. Нам и противнику по очереди даёт ходить, чем больше элементов уничтожили, тем больше войск вызывается на поле боя. Внешняя игра очень походит на старый добрый Warcraft. И я сначала подумал, что тут же на нас нападут орки, но нет, мы сражаемся с дельканскими мутировавшими пауками, а нет, вот и орки. На самом деле, оригинальностью тут и не пахнет, но смотрится в целом вполне добротно, и откровенного притыривания контента тут нет. Сюжетные вставки сюжетами назвать можно с очень большой натяжкой, так как они представляют собой 10-15 секундные ролики без слов. Авторы решили добавить разные типы бойцов по принципу камень-ножица-бумага, только разбитые на 4 класса. И когда играешь, поначалу пытаешься запомнить всё и пытаешься различить, к какому типу относятся вражеские монстры типа пауков, но на всё это быстро сбиваешь, и главным типом твоих в бойцах становится похер какой, лишь бы побольше. На месте разработчиков я бы сделал игру пошаговой, так бы пришлось больше думать и меньше хаотично натыркаться по полю. Но давайте будем честны, если бы я оказался на месте разработчиков, я бы упропил 3 четверти бюджета, а на остальную нанял бы фрилансеров-индусов. Так как мои познания программирования заключаются в школьном курсе по кубейсику, причём университетские знания не намного превосходят этот курс. Войска можно улучшать, покупаем оружие, прокачивая самих бойцов и улучшая башню, которую защищают наши бойцы. Немного смущают вот эти цифры, влезающие при апгрейде. Неужели это нечто для мобильной версии, и если таковая будет, то там апгрейд будет занимать реальное время? Надеюсь, что нет, так как многие фритуплейные игры на мобилках этим грешат, заставляя нас ждать по несколько часов, а то и дней ради апгрейда или постройки. И лично меня подобный подход дико раздражал. Золота на постройке и апгрейда хватает слегка, и игрокам не нужно фармить золото в повторяющихся миссиях, да и нужда в том, чтобы очень сильно усилить армию, у меня возникла только ближе к середине кампании. Спустя несколько миссий нам и противнику дают героев, призвать которых можно через определенное время после начала уровня. Опять же, бросается в глаза, что лор первого из наших героев отсутствует напрочь и нигде не прописан. Второй же герой вылупляется из яйца, и черт поверье, это самый милый и пухлый дракон у всех драконов в видеоиграх. Ему бы следовало атаковать методом каучуковой бомбы, подлетать повыше, падать на врага и скакать по его армии, как резиновый мячик. Третья же, ожившая статуя какого-то древнего божества, которая отдается нам за руны, подбираемые на уровнях. Причем особого геморроя с поиском или фармом я не заметил, что для подобных бонусов не совсем обычно. А вот уражеские герои могут принести нам неприятности, но не потому, что они очень толстые или обладают какими-то смертспособностями, а просто потому, что они выскакивают не с той стороны, откуда идет основная масса врагов, а сразу возле нашей башни, а уже призванным войскам на них обычно плевать, и никто не разворачивается, дабы защитить башню. Многие уровни достаточно компакты, но некоторые поля боя сделаны больше, что смотрится очень криво, так как наша башня частенько находится ближе к середине карты, а наши войска и противники напоминают букашек. В плане дизайна и разнообразия у меня претензий в принципе нет, радо, что финальная битва в компании не представляет никакого челленджа, а просто затянута по времени. Ну что же, можно подвести итог. Игра зайдет тем, кому нечего делать в обеденный перерыв, когда выйдет на мобилках, зайдет и там, как средство убить 10-15 минут сидя на унитазе. Цена я совсем не велика, всего 79 рублей на момент съемок видео, так что с пивом потянет. А на этом у меня все. Жалобы, замечания, предложения, засуньте в комментарии. Всем пока, не болейте. И да, небольшое объявление. Я снял краткий обзор про аркадную версию игры Silent Hill, но так как видео не соответствует тематике основного канала, вложил я его на дополнительную. Ссылку на него и на сам канал я вставлю вот здесь.